Главное, наверное, то, что происходит в области внешней торговли. Россия ввела ответные санкции против США, но там, правда, пока перевес не в нашу пользу. Где-то в 6 раз больше ущерб посчитали экономисты для России будет, чем ущерб для США от наших ответных мер. Главное, наверное, даже не в этом, а главное в том, что происходит вокруг нас. США против Китая, Евросоюз также в этой игре. Что делать, как можно ли на этом заработать или лучше стараться не потерять? Об этом мы поговорим с главным аналитиком Телетрейд Групп Олегом Богдановым, который находится сейчас с нами на прямой связи. Олег, приветствую. Добрый день, Данил. Олег, ну, собственно, как играть в торговые войны, нужно ли в них играть? Есть три точки зрения, они простые. Первая точка зрения, ее высказывали многие эксперты, которые считают, что Америка в результате торговой войны, пусть даже через кризис, победит. И нужно покупать доллар, потому что все побегут в доллар. А вторая точка зрения диаметрально противоположна. Здесь уже экономисты говорят, что товарооборот между всеми странами из-за торговых войн упадет, потребность в долларе снизится, поэтому доллар нужно продавать. Ну, а третья точка зрения, может быть, она более рыночная, нужно покупать волатильность, потому что будет много неопределенного. Ты какой придерживаешься? Ну, вот третий и немного на 50% второй точки зрения, что действительно, если мы были в доллароцентричном мире, то сейчас, ну, сами Соединенные Штаты прилагают массу усилий для того, чтобы страны-партнеры, бывшие партнеры уходили от американского доллара. Ну, это понятно, потому что риск, они увеличивают инвестиции в доллары, и, соответственно, такой длинный риск, который, ну, та же Россия держать не может, абсолютно непредсказуемые взаимоотношения между США и Российской Федерацией, поэтому вот мы уходим от доллара, долю трежерис в портфеле на 50% сократили. Возможно, да, японцы уходят от доллара, но они, правда, не так резко, они монотонно, постепенно, но уходят от американского доллара. А вот осталось китайцам только решить, а потом Саудовской Аравии и другим странам этого региона. И тогда процесс такой примет достаточно устойчивый характер. Очень много структурных, ну, так как экономика была америкоцентричной, глобальная экономика, долларозависимой, то, следовательно, и те проблемы структурные, которые там есть, и которые, в общем-то, вскроются в какой-то момент, то ли в результате торговых войн, то ли в результате каких-то внутренних проблем и диспропорций, они повлияют на стоимость американских активов. Поэтому этот процесс, он, вот, собственно, катализатор дал Дональд Трамп, американский президент. Этот процесс в развитии, он в самом начале. И, ну, вот, в такой ситуации, действительно, волатильность будет расти, риски будут расти. И вот не факт, что во время роста рисков, как это было прежде, да, все будут уходить в американский доллар. Обычно так происходило. А сейчас могут быть совершенно другие варианты. Вот еще кое-доллара, вот куда? Вот это повод заподумать, подумать и посмотреть на какие-то другие активы. Я тоже теряюсь в догадках, но, собственно, если доллар, именно риск в долларе, да, то, значит, зона вне риска, это зона вне доллара. То есть будут искать ликвидность, прежде всего, и более-менее стабильную ситуацию. То есть остается евро, остается японская иена, ну, а другие валюты, они по объему, я имею в виду, инвестиции, возможно, они гораздо менее, менее такие, да. Олег, спасибо большое, время уже подходит к концу. Олег Богданов, главный аналитик интернет-групп был с нами напрямую.